Всем привет, друзья! Вы на канале CryptoCommons. Сегодня будет реально очень быстрый апдейт, потому что, в принципе, что сказать. Все то же самое, все зеленое, все растет. Вчера у нас была замечательная коллаба с Redvan, с канала Genesis. Кто не видел, обязательно посмотрите. Redvan раскладывает, конечно, очень детально все по волнам, по графикам. Не то, что я вам стрелочки вверх рисую. Также не забудьте, что на CryptoCommons 2.0 у нас выходят каждый день новые переводы. Подпишитесь обязательно на этот канал, потому что я же вижу, что вас там меньше, чем на основном. Вот CryptoDaily, один из моих любимейших чуваков. Также мы его называем Тамби. Вот, CryptoTambi выпустил обалденный видос. Посмотрите обязательно. Ну и погнали к делу. Что, все зеленое, CoinMarketCap радует. Но, но-но-но-но-но, естественно, смотрите, на месячном таймфрейме на самом деле у нас все еще красные свечи. И что хочется заметить, на недельном таймфрейме все-таки зеленая свеча, зеленая точка. Мы хорошенечко отскакиваем. Но, сейчас многие мне друзья говорят, что, о, мы зашли в эфир там по 2400, мы зашли в биток по 40. И знаете, меня это настораживает, потому что я зашел в биток по 30, и в эфир я зашел по 1800. Поэтому, возможно, сейчас все-таки будет коррекция. Я не говорю, что она точно будет. Но, возможно, будет коррекция как раз к сетке скользящих. Смотрите, сетка на дневном таймфрейме только-только начинает загибаться обратно в бычью сторону. Возможно, мы увидим еще небольшую просадку перед продолжением роста. Но, возможно, она будет и позже. Как бы тут все равно наверх все варианты, но разные разволновки могут быть. Тем не менее, мы видим подряд уже, смотрите, сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать зеленых свечек. Так что, в любой момент может быть, конечно, небольшой дамп. Так что, будьте осторожны. И торгуйте с холодной головой. По альткоинам. По альткоинам, что можно сказать? Они растут, конечно, чуть медленнее, чем биткоин сейчас. Поэтому мы и видим с вами, что доминация растет также биткоина. Доминация биткоина растет. И, конечно, пока, вот прямо в моменте предпосылок к развороту ее нет. То есть, понижающиеся, то есть, повышающиеся минимумы, повышающиеся максимумы. Мы видим здоровый аптренд. В принципе, на индекс доллара похоже. Это как индекс биткоина, да? Похож на индекс доллара. Тем не менее, в любой момент, помните, что, может быть, мы сейчас вот так проколем. И я думаю, что мы можем очень сильно задампиться, типа как вот здесь. Потому что альткоин сезон никто не отменял. И он приходит всегда в тот момент, когда его никто не ждет. Так что не ждите альтсезон. Продавайте все к ебеням за 3 копейки. Выходите из альтов, выходите из битка. Вот, нам нужно пушечное мясо, ребята. Ну, не знаю, что еще сказать. Я вчера говорил с Редваном на его канале. Я вот аудио прикупил по 90 центов. Мне кажется, оно будет расти. Все, кто мне говорили, аудио, аудио, вот здесь по 4 доллара. Я говорил, чуваки, я не буду брать аудио по 4 доллара. Я возьму его по доллару. Вот я его взял. Мантру дао взял. Безерикс, стейкую из новых альтов, которые вы любите. Салану пока всю эту вашу шляпу пока не беру. Но тоже присматриваюсь. Полка дот мне уже нравится, кстати. На таких ценах он вкусненьких. Вот я не хотел покупать его на хайпе наверху. Но сейчас, в принципе, он уже, посмотрите, достаточно сильно скорректировался. Так что ничего не знаю. Дисклеймер, не финансовый совет. Но, по-моему, полка дот как вариант тоже можно рассмотреть. Ну, по дэшу я молчу, он уже и так пошел в рост. Если этого не видите, то протрите монитор. Как бы по дэшу цели очень хорошие. Но не буду повторять себя. Кто не в теме, смотрите предыдущее видео. Додж коин я как не трогал, так бы и не трогал. Вон он уже пробил 500 сатоши вниз. Додж коин, на самом деле, как ни печально, но надо было держать шорт вот отсюда, как я и говорил, никого не слушать, ни Олеси, никого. Возможно, будет отскок, и тогда я войду в шорт. Додж к биткоину. Но если не будет отскока, то все, я уже не буду, наверное, входить в шорт. Возможно, что не будет отскока, и додж просто, как обычно, он падает, так и будет падать. Поэтому додж лучше не трогать. Хочу вам напомнить еще, ребята, что внизу, как и этого видео, так и любого другого нашего видео, вы найдете все ссылки, в том числе на рабочие обменники, если вы хотите выводить, заводить крипту с фиата. И также лучшие биржи. Femex, Bybit, Binance, Ascendex, Poloniex, FTX. Все очень крутые биржи, нужно диверсифицироваться, потому что вы слышите, что происходит с Binance. Сейчас только ленивые не обсуждают эту тему. Вот они, эти горячие новости. Binance свернет возможность торговать криптодеривативами в трех странах Европы. Это, по-моему, Германия, Италия и Нидерланды, если я ничего не путаю. Binance снизит лимиты, снизила уже с двух биткоинов до 0.06 биткоинов, но пока это у меня еще работает, но на неверифицированные учетки тоже. Короче, это неплохая новость, это хорошая новость, на самом деле, потому что это все к лонгу, к туземуну. Это значит, что не дадут с плечом заработать хомякам и в Европе, понимаете? Соответственно, что? Соответственно, надо диверсифицироваться, не полностью паниковать, сейчас выводить все депозиты, но как минимум не держать 90% котлеты на Binance, как 90% из вас делают. Я же все знаю, я же вижу, у меня за вами камеры наблюдения стоят. Вот, поэтому вот есть, например, FTX биржа, которая очень крупно сейчас растет. Есть, естественно, Bybit, Femex, наша любимая биржа. И хешрейт биткоина начал восстанавливаться на фоне миграции майнеров. Собственно, цена тоже начнет восстанавливаться, вы не думаете, почему цена биткоина упала на 55%, потому что хешрейт биткоина упал на 55%, а почему цена дэша или биткэша упала на 75%, потому что хешрейт этих сетей упал тоже на 75%, корреляция 100%, соответственно, сейчас майнеры включатся, хешрейт пойдет наверх, цена пойдет наверх. Вот и все. Поэтому я продолжаю делать все то же самое. На Femex я держу остатки своего лонга, в плюсе уже на 2400%, но это он показывает из расчета. Грубо говоря, считайте, что я зашел на 10, там даже на 7% от депа. Вот, соответственно, я сделал там 250%, условно говоря, 200%. Вот так это надо считать. И сделал я больше, потому что вот здесь еще реализованный профит. Короче говоря, там на 5-10% от депа. Вот, тогда это можно, да, считать по-человечески. Эфирчик на Bybit держу лонгую, Ripple тоже лонгую, но здесь на Bybit Daily Realist PNL вместо общего Realist PNL, то есть я уже тут тоже большую часть прибыли забрал. И пускай он растет, хорошо, все доходит до моих ведер, упадет, тоже хорошо, я там еще больше докуплю. Плечи маленькие, ликвидации далеко, чего я вам желаю. Вот. Dash тоже лонгую, но сейчас показывать не буду. Хочу еще напомнить вам, что на бирже Ascendex, ссылка на которую тоже вы найдете в описании. Сейчас идет уникальнейшая акция. Вы можете просто, считай, бесплатно получать по 30 долларов в реальных битках в день. Смотрите, крутой челлендж, покажи свой профит. Что для этого нужно? Очень просто. Акция будет длиться еще 4 дня. Каждый день 150 долларов между 5 людьми раскидывают. Фишка в том, что сейчас торгуют всего где-то людей 5, поэтому вы в любом случае будете победителем, ну или с очень высокой долей вероятности. У вас еще осталось 4 дня, все, что вам нужно зарегаться по ссылке, которая в описании тоже, вот эта ссылка, и провести фьючерсную сделку на любой объем. И дальше поделиться в нашем чате CryptoCommons скрином с этой сделкой. Все очень-очень просто. Показываю пошагово. Регистрируйтесь на бирже по этой ссылке из описания. Заходите на биржу, заводите хоть, я не знаю, хоть 10 долларов. Переводите их с кэш на фьючерс аккаунт, как на Binance. Очень просто. И фишка этой биржи еще в том, что здесь можно кросс-обеспечением, то есть на фьючерс не обязательно держать USDT или ту монету, в которой торгуете, вы можете класть все, что угодно, вот я, например, кладу 1000 тронов сейчас. Подтверждаю, вот все, у меня на фьючерсном аккаунте теперь, давайте посмотрим, вот 76 долларов, 1000 трона и немножко USDT. И дальше вы идете во фьючерсный трейдинг, Professional и открываете позицию, какую угодно, хоть на 10 долларов, вы делаете поделиться или в приложении мобильном можете также. Идете в наш Telegram, ссылка на который в описании, вот этот пост. Идете в комментарии и кидаете туда этот скрин. Вот и все, вот и все условия конкурса, то есть вы торгуете вообще на минимальную сумму и можете зарабатывать по 30 долларов в день реальными битками. Так что не забудьте про эту акцию, я вам рассказал про нее. Если что-то не поняли, пересмотрите еще раз сначала, я думаю, вы поймете. Вот. Ну а на рынке что? Я еще раз говорю, все и так понятно, но давайте все-таки остудим голову и поймем, что может быть как с доджкоином, вот обычно бывало и будет, в общем, аккуратнее. Не надо брать большие плечи вообще никогда, особенно сейчас, когда мы уже в середине некого пути. Большие плечи можно брать на свой страх и риск, когда вы явно прямо находитесь в разворотной точке тренда, но не сейчас же. Вот. А так-то в целом все понятно, что биткоин кэш тузэмун, дэш тузэмун, лайткоин тузэмун, главное дождаться этого тузэмуна и чтобы вас не смыло. Вот такие вот дела, ребята, с вами был Гриня и увидимся в следующем видео, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok